Всем привет! Вчера компания Apple выпустила наушники AirPods Pro. Мы прошлись по всем Apple Store города Шинчжэнь и в наличии нигде не оказалось. Поэтому сегодня мы отправляемся в Гонконг, чтобы найти их. Ну вот мы и в Гонконге приехали на станцию метро Шинкшуй. Здесь находятся три официальных дилера Apple. Надеемся, что хотя бы у одного из них будет товар в наличии. Поехали! Друзья, нам немножечко не везет сегодня. Видимо, не наш день. Ни у кого, ни у одного из дистрибьюторов нет в наличии AirPods Pro. Но мы не сдаемся. Мы отправляемся дальше в Гонконг. Пойдем по каждому магазину. И пока мы сегодня не купим эти наушники, мы не успокоимся. Поехали дальше! Доехали до официального магазина в Гонконге, App Store. И они также сказали, что у них нет наличия и уже сегодня все распродано. Но мы не сдаемся. Мы пытаемся найти. И продолжаем наш поиск AirPods Pro. Все вы, наверное, осведомлены о событиях в Гонконге. И сейчас пытались подойти, снять деньги. И вот что здесь. Банкомат не может быть использован и из-за вандализма. Ес! Мы это сделали! Заветный мешочек. Последние 10 штучек мы у них выкупили. И вот они! Наушнички AirPods Pro. Ну что, приступим к обзору? Поехали! Нам стоило больших трудов добыть этот товар для обзора, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и теперь, друзья, самое интересное. Это, конечно же, распаковка. Все вы любите это делать. Лично я это просто обожаю. Заветный хлястик. Тянем за него и отрывается пленочка. А под ней приятная коробка. Выпуклая картинка наушников. 3D рисунок. Снизу у нас инструкция. Ну и здесь, конечно же, красовица наши наушнички. Красивые. Запакованные в такую пленочку. Сейчас мы лишим их детственности. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще скрывает данная коробка. Здесь вот такая стрелочка, которая подсказывает нам, что тяните за меня, а не пытаетесь ногтями подковыривать руку. Оп. Снимается. Так, здесь у нас скрываются амбушюры. Далее, конечно же, идет провод. Больше здесь ничего нет. Приступаем к осмотру самих наушников. Давайте взглянем на кейс и сравним его с AirPods первой версии. Сразу бросается в глаза разница в размерах. Наверное, многие подумают, что в новой версии Apple увеличила емкость батареи. Но, к сожалению, это не так. Сами наушники стали шире, поэтому производителю пришлось увеличить размер футляра. Что же касается самих наушников, то логично, что из-за уменьшенной длины ножки аккумулятор данных наушников также уменьшился. Теперь, по заявлению производителя, наушники проигрывают музыку четыре с половиной часа без подзарядки. В прошлой модели, напомню, заявленное время работы было пять часов. Сам кейс теперь стал менее удобный. Его очень сложно открыть одной рукой. В отличие от предыдущей модели. Если продолжить тему удобства, то доставать наушники из кейса теперь стало так же сложнее. В комплекте идет провод Lightning Type-C. Это, конечно, здорово, инновации и все прочее, но... как теперь заряжать наушники? Придется докупать отдельный блок питания или заряжать от макбука, ну, либо пользоваться беспроводной зарядкой. Теперь перейдем к обзору наушников. На этот раз Apple решила перейти от вкладышей к затычкам. Плохо это или хорошо, мы будем спорить еще очень долго, но пока вот что мы можем вам сказать. Видели, мы протестировали, что в ушах они сидят хорошо, плотно, не выпадают. Для сравнения есть Huawei FreeBuds, который я купил год назад. Скажем так, Apple сейчас догнали Huawei. Huawei FreeBuds также были с силиконовыми вставками и это было, скажем так, реализовано не на очень классном уровне, как вот это сделали Apple. Apple поставляет наушники с тремя комплектами амбишур Small, Medium и Large. Поэтому каждый может подобрать для себя свой размер. Этим силиконным вкладышем на презентации Apple уделила отдельное внимание. Судя по заявлению производителя, они имеют особую коническую полость, благодаря которой наушники лучше сидят в ушах. Мы проверили, наушники действительно очень удобные. Я их вставил и вообще просто они держатся, они сели насмерть и их просто так не вытащишь. Также Apple сделала на вкладышах небольшие прорези, через которые будет выравнено давление для более комфортного ношения. Ну и главной фишкой этих наушников является шумоподавление. Ё-моё! Я как будто вышел из космоса. Ничего не слышно было. Полный вакуум. Вообще просто нереально. Ещё раз, сейчас, ещё раз. Может быть что-то не так было. Вообще нереальное ощущение. Это непередаваемое, конечно. То есть я слышу свистульку. Я очень приглушённо слышу музыку. Прям очень-очень приглушённо. Я не слышу никаких посторонних шумов. И это реально классно. Это вообще прям... Это круто. Это надо попробовать, чтобы понять, о чём я говорю. Выключаю. Режим шумоподавления можно менять как с помощью сенсорной кнопки на наушниках, так и в меню быстрого доступа через регулятор громкости в телефоне. Наушники теперь имеют два микрофона. Один внешний, который скрыт под сеткой для защиты от шума ветра. Второй внутренний, который предназначен для работы системы шумоподавления. Судя по заявлению производителя, данный внутренний микрофон 200 раз в секунду анализирует частоту аудио для лучшего шумоподавления. Звучит круто. Прикольная фишка является прозрачный режим. В телефоне он называется проницаемость. В этом режиме вы слышите всё вокруг вас, как будто у вас вообще нет наушников в ушах. Наушники имеют влагозащиту по стандарту IPX4, которая защищает от влаги и пота. Поэтому в них можно смело заниматься активными видами спорта, за исключением водных. Купаться и нырять в этих наушниках нельзя. Футляр для наушников поддерживает беспроводную зарядку. Благодаря функции совместный доступ к аудио можно подключить двое наушников к телефону. Но, к сожалению, данная функция не работает на iPhone 7. Поддерживаются модели свыше iPhone 8. На iPhone 7 мы подключили двое наушников, но воспроизведение идёт по очереди. Также хотелось бы сказать по поводу этих вот сенсорных непонятных кнопочек. Поначалу это очень непривычно и непонятно так. Если вы до этого использовали AirPod 1, то там были просто такие нажатия и переключения. А здесь же, чтобы переключить песню, вам нужно два раза нажать. Если стучишь, ничего не происходит. Наверное, отнесём это всё даже к минусу, потому что в предыдущих версиях, насколько вы помните, AirPod 1, там было просто переключение тачами и это гораздо удобнее, не надо никуда целиться. Здесь же, чтобы переключить песню, мне нужно реально потрогать сенсор. Очень удобно, что в комплекте идёт три различных размера силиконовых вкладышей. Подойдёт для любого человека, за исключением тех, у кого очень большие уши. Ну а теперь давайте приступим к сравнительному анализу качества звука на AirPods Pro и на AirPods 1. Включили AirPods Pro к iPhone, давайте посмотрим, как он работает. Включаю активное шумоподавление. Очень глубокий бас, который отключает вас от внешнего мира. То есть, вы будете идти, слушать музыку и ничего слышать вокруг. Я говорю, я сейчас говорю и я не слышу даже, что я говорю. Это настолько мощно, ну это чтобы вы понимали. Давайте теперь я подключу AirPods 1 и сравню. То есть, сейчас это будет мгновенное сравнение. Так, всё. Подключились. Музыка на максимум. Хорошее качество звука в AirPods 1. Нет этого активного шумоподавления, но при этом может быть на парочку децибела не отстают от тех. И нет такого глубокого баса. Но звучат тоже достойно. то есть, нельзя сказать, что AirPods Pro прям превосходит по всем параметрам AirPods 1. Нет. Также, наверное, это можно отнести к минусу. Из-за того, что у них такое лютое шумоподавление, у меня начались головные боли. Прям реально болит голова. И я не шучу и не придумываю. То есть, это, скорее всего, это шумоподавление зайдет не всем. Может быть, это не из-за наушников, но других факторов, которые могли бы вызвать головную боль, я пока не замечаю. Поэтому, мне кажется, скорее всего, это из-за этого шумоподавления. Но это мы еще протестируем, посмотрим. Закончим мы говорить о хорошем. Приступим теперь к минусам, которые мы обнаружили в AirPods Pro. Если у вас iPhone 7 и система не обновлена, подключиться данным наушником к iPhone 7 у вас не получится. Вам обязательно нужно будет обновить систему. И это такой небольшой минус, который, надеюсь, что после обновления системы будет устранен. Мы это еще проверим. Следующий недостаток, который мы обнаружили, это лично я обнаружил. Это когда вы используете активное шумоподавление, начинает болеть голова. То есть, это лично у меня, может быть, у вас или у кого-то этого не будет, но у меня такое случилось, и поэтому для меня это большой минус. Скорее всего, активное шумоподавление в этих наушниках я бы долго бы не использовал, потому что будет мигрень. Третьим недостатком является Touch, который сделала компания Apple. То есть, со временем вы, наверное, привыкнете к тому, что вам нужно находить его где-то этот сенсор и переключать, но поначалу для вас это будет жутко неудобно, и это будет доставлять некоторый дискомфорт. Также, по словам производителя, они утверждают, что к одному устройству вы сможете подключить как AirPods 1, так и AirPods Pro. У нас, к сожалению, этого сделать не удалось. Либо мы что-то делаем не так, либо нужно обновить систему, опять же, непонятно. Ну и последним недостатком для меня является то, что AirPods Pro сделали более крупными, и они стали, скажем так, немножко громоздкими, в отличие с AirPods 1. Давайте протестируем микрофон наушников AirPods. Сейчас будет идти две записи. Одна запись будет на диктофон с наушников, вторая запись на наш микрофон. Запись пошла. Сейчас кладем, положу его в сторону, и вот здесь видно волны, про которые я говорю. Сейчас я говорю с наушников раз, два, три, четыре, пять, а сейчас я говорю с микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрим, насколько качественный звук у нас получится. Запись закончена. Очень удобно, молодцы, постарались. Это, конечно, плюс. Ну и шумодав это просто что-то нереальное. Это выключаешь и все, и вы отключаетесь от этого мира, и прям вообще классно. Мне это нравится, это молодцы. Ну вот для самых терпеливых и тех, кто досмотрел этот ролик до конца, сегодня мы устроим розыгрыш. Главным призом которого будет вот такая качественная беспроводная зарядка, которая подходит для AirPods Pro и любого другого девайса, который поддерживает беспроводную зарядку. Условия конкурса будут достаточно просты. Вы должны подписаться на наш YouTube канал, оставить любой комментарий. В конце этого комментария вам нужно написать ID вашей странички ВКонтакте, для того, чтобы нам проще было найти победителя. А также необходимо сделать репост данного ролика на вашей страничке ВКонтакте. И ровно через две недели мы произведем розыгрыш данного приза в нашем Instagram аккаунте в онлайн режиме. И может быть именно ты станешь счастливым обладателем вот такой качественной беспроводной зарядки. Ну а с вами была компания PandaWay. Будьте с нами и у вас все будет хорошо. Пока.